youtube это бесплатный сервис но есть фича youtube премиум которая превращает просмотр youtube в самое увлекательное и удобное мероприятие тогда когда у вас не будет никакой вам показываться когда вы можете скачивать себе ролики в дорогу пользоваться фоновым режимом и так далее я очень давно пользуюсь этой штукой и youtube без рекламы без всяких отблоков это вообще такая свобода и такой мега кайф всем рекомендую оффлайн режим скачивать с любым качеством себе ролики на мобильный телефон полетели в самолете и любите посмотреть какие-нибудь стримы в записи скачайте их заранее с этой фишкой еще и есть фоновое воспроизведение когда вы можете не открывая youtube слушать что там говорят подкасты какие-нибудь или прочее стоит все это сущие копейки 200 рублей в месяц я пользуюсь этой услугой как только она стала доступна у нас в россии это мега удобно ты забыл про рекламу у тебя раз в месяц снимаются эти небольшие денежки и даже есть такая специальная семейная подписка где можно на пятерых еще и сэкономить эта штука мега удобно если вы про нее услышите в первый раз то почитайте в интернете но и пользуйтесь всех приветствую дорогие друзья сегодня герой нашего видео чешская ст 10 твп т 50 51 и мы будем сегодня играть на карте затерянный город а потом на карте граница империи все это роскошство потому появилось потому что я на этом танке взял три отметки и какие-то бои конечно же мы играли и два из них самых пожалуй эффективных я вам сегодня и покажу ну а начнем мы именно с этой карты это офигенная карта она удивительно хороша причем для всех типов техники наверное 2 такой в игре нету где и на легком танке есть где посвятить и на ст-шка где по поджиматься на пт-шка где встать тяжиком даже есть место где танкануть и арте есть в кого пострелять тем более мне еще фортануло здесь вообще несказанно потому что артиллерии всего по одной да и то у врага она не самая мощная не самая сильная которой в принципе то можно и даже пренебречь и потому все здесь как бы для нас еще и в самом начале боя обратил внимание сколько наших ст-шек поехала на направление первой линии там они все и встали и было бы неправильно и мне там 25 встать в очередь поэтому я принял решение отстреляться по всем пролетающим именно с этой позиции она отлично подходит для того чтобы принимать все кто пролетает потому как наша ELC EVAN 90 стоит прекрасно всех подсвечивает и все было бы здорово но принимая внимание то что все-таки союзники как-то хоть их там так много все равно врага подпустили он поджался и наш ELC по дороге особо никого не высветил то есть я здесь не очень эффективно продемонстрировался хотя по идее точка прям хлебосольная здесь так дофига можно накидывать по всем этим пролетающим и выставляющимся что обычно наверное если не половина то треть нанесенного урона на этой карте вполне можно с этой позиции и нормально так набивать но поскольку вижу что случается полная задница маус поджимает наших тяжей наш е100 вообще в ус не дует встал не пойми где на перепутье нет бы ему этого мауса и как-то останавливать и в общем моя позиция там уже рискует быть обнаруженной если я обнаружусь то как я по ним хорошо стрелял так и они по мне будут прекрасно дамажить здесь я проезжаю с кумулями у которых пробитие 310 и не все так радужно у меня тут выходит все враги в эту секунду поворачиваются ко мне всеми самыми твердыми бронеплитами которые у них есть и ничего не удается там покусать только зубы по обломал в этот момент случается неприятное известие дева девятую нулевую линию нас вообще никто не крыл и вражеская 44 просто в одиночку пролетает до самого угла забирая важнейшее направление забирая то есть она будет просто мне накидывать по бортам если я буду там этих также маусов пытаться как-то дамажить свою позиции поэтому я смещаюсь сюда здесь хоть побезопаснее разводим на фазу на выстрел тут еще маус мауса тоже разводим ну как разводим но зато 3 ему обратно этих кумуля отправляю вот тот редкий момент когда кумулятивы действительно нужны потому что без них здесь не справиться мауса в лоб под калиберами нашими не пробьешь на только в нижний бронелист его можно выцеливать но если он встанет ромбом то там приведенки в этом нлд будет много я уже его возможно не пробью вообще так что без кумулей здесь вообще никак не обойтись дальше каждый раз играя на ст нужно использовать ситуацию ситуация в данном бою вроде кажется ну типа что ты воюешь против тяжей на среднем танке без брони ты нормальный типа поехал бы куда-нибудь поубивал какие-нибудь помягче целей у тебя же скорость поедь на первую линию на нулевую 44 там убей или еще чего-нибудь но логика и практика и количество боев которые я прорвел на этом танке или те которые смотрел у других играющих они как правило все кто играет хорошо никогда не занимаются вот этой вот дальней стрельбой нет не то чтобы никогда не занимаются часто очень часто они используют именно ситуацию когда союзник какой-то врага отвлек и у тебя есть шанс вот как сейчас то есть эта фаза конечно молодец он приехал выхлебал тут все что можно своей задницей специально для него у меня был заряжен целый барабан кумулей они правда были на маусы но неважно на что там тоже досталось и вот так это делается то есть нет необходимости мне сделать самую сложную и болезненную работу это врага развести на промах потому что иногда развести не получается я получаю урон и чтобы этого не было нужны как раз держаться кучки союзников все что нужно просто примерно хотя бы знать у кого какая скорость перезарядки и кто когда отстрелялся это все тем более видно по оглушению что наша е100 еще и арту танкует значит что арта в разряде и можно пока тут постоять немножко но я заздевался чутка и думал что и лев то тут не вылезет в страхе на е100 но наш е100 такой и домашний что левого не боится за углом здесь стоял внезапно поляк видимо что-то продавал но я решил ничего не брать отправляю в него все свои четыре снаряда и отличная 1000 урона еще приехала дальше мы примечаем прототипа и видим что 44 которая там поджалась у нее уже осталось половина то есть если у врага мало хп что нам это подсказывает что он будет бояться если он будет бояться значит у меня есть шанс поскольку я то не понимаю что страх в этой игре эмоции и все остальное не имеет ничего общего со здравым смыслом мне нужно как можно быстрее расстрелять этого самого прототипа и продвигаться к льву тем более 44 уже пристрелили на вырывали союзники сделали с ней всякое льва откуда будем убивать как лучше конечно зайти к нему в борт а еще лучше в корму но быстро до его кормы я не доеду да и плюс там может быть и ст-шки вражеские накидают поэтому самое лучшее и безопасное решение тем более из под крыши дома арта не достанет это выйти ему пострелять в борток желательно крайне желательно пока враг не опомнился дать ему первую пульку в каток но парень стоял так что каток у него был передний скрыт а задний каток был за корпусом как бы с моей точки зрения и если бы я дал в задний каток урона бы не было к черту катки нам нужен был урон обязательно но и мы во льва вливаем еще одну барабулю теперь едем уже к ст-шкам теперь больше ничего не остается и здесь решение вторых но как бы быть не может мы точно однозначно выигрываем данный бой моя как бы целостность и то что я фуловенький должен прийти в ангар не имеет ни малейшей вообще никакой роли моя главная миссия убиться так с максимальной выгодой чтобы и надамажить перед смертью а если не подамажить да хотя бы посветить ну а коль мы играем на отметку то все это вообще превозносится в самую главную нашу приоритетную задачу и здесь я просто уже пулей лечу на врагов чтобы хоть что-нибудь с ними сделать умереть так умереть но барабан свой отстрелять и посветить их у нас яртапа не может врезать и еще кто-нибудь при этом засвечиваюсь как-то раньше всех вообще сам не очень понятно как это выходит но здесь зато целые 700 хп едут во французе там еще и шарфутюр получает но я понимаю здесь я уже приплыл поэтому все-таки успел сделать всего три выстрела не 4 но подсвечиваю шарфутюра и французе которые забирают что это мне небольшого ассиста таких приносит самое главное это рекордный урон за эту сессию 7762 отличный бой я считаю для этой карты и продемонстрировал все как надо прямо но получилось в лучшем виде а дальше у нас границы империи тоже на счастье закинула в бой где есть восьмые уровни это означает что здесь можно мне действовать смело в отличие от любых боев где full десятки смело там действовать вообще нельзя здесь какое-то чудо приехало на областном еще и красиво получилось голову него оторвали тут 140 приехал а он вообще не пойми для чего он видимо подумал что он тут не один и все у него будет хорошо ну какое-то время он был не один пока не уничтожили за два клика его союзника теперь этого 140 нужно также разбирать я заезжаю в позицию которая позволяет если проехать дальше не особо выставляться под птшек с полки их и может быть быть немножко подо ртой минимум риска но максимум эффективности целую барабули я успеваю вставить в этого 140 что здорово потому что еще может быть плохого встроенной барабули здесь враги подползают беда не приходит одна еще приехал защитник не на этой позиции сейчас где я стою уже не очень почему потому что другой позиции он союзников у нашей здесь нету и все будут смотреть сюда будет смотреть защитник сюда 140 и поэтому мне желательно в любые моменты потому что но ведь есть скорость у ст почему бы не пользоваться желательно сделать какой-то перекрестный огонь заехать с другой стороны чтобы пока отвлекаясь противники на 207 поставляли свои филейные под мои снаряды и здесь я уже как говорится его не упущу очень весело играть когда ты отлично знаешь все ситуации которые могут случиться и они повторяются все из боя в бой очевидно враг с их респа живым сюда заехать может крайне вряд ли особенно когда их две восьмерки а нас две десятки у них здесь нет шансов но каждый раз почему-то вы замечаю что враг пытается и ты понимаешь что они все равно будут пытаться и все равно у них не будет никаких шансов по одной и той же схеме каждый раз ты можешь проделывать то есть очевидно они выставляются допустим подъезжают и на нас смотрят вот сюда где я стою налево как бы от них ты заезжаешь так чтобы они смотрели с той стороны где сейчас объект 277 и расстреливаешь их потом они такие ах ты так с нами поворачиваться направо ты в это время объезжаешь их слева и даешь им вторую волну в борт и офигенно работают как часы каждый раз я прям удивляюсь что еще не засохла называется тропа едущих на туз мир дальше у нас гриль в прицеле я почему-то очень поторопил с первым шотом потому что я думал что гриль закроется за камень заедет но оказывается он не заезжает за камень он вообще там вижу цель не вижу препятствий нажал на газ а у него там видимо под капотом какой-то форсированный движок и он на радостях ехал пока не помер дальше у нас батшот и в общем то все мы доедаем спокойно команду противника вот такой вот простой бой на дисбалансной карте с имбового респа конечно 4 200 урона уже есть и сейчас моя миссия какова ехать убивать 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 там наш м4 или кто там сражается с тремя целыми противниками я думаю что успею притом совершенно забил болт на удеса который остался там один подумал ну союзники разберутся ну чего там их вон трое оказывается они такие же им так на него стало насрать что я получаю по спине на 400 вообще ненужного урона и удес стрелять под калиберами голдой то есть и это означает что он не так просто да он не ради потыкать в красненьких зашел он там старается на что-нибудь ему ему важен результат это означает что он там ну так просто не отдастся и замучает еще нас всех и получается что у нас какая-то не очень хрень вышла вроде бы мы выигрываем с таким вообще четким перевесом красота полная но вот неприятненько знаете вот неприятненько ты называется забыл сзади забыл холодильник закрыть называется и пошел и приехал т-30 и рассказал меня на все деньги и получается еще хуже и сейчас из моей ситуации когда я должен приехать и всех добивать я ошибаюсь я ошибаюсь потому что не законтролил того как кто остался в тылу ошибаюсь потому что встал принимать лицом тех которые обычно не промахиваются дают сразу больно и сейчас не уезжаю сейчас ситуация когда союзник потанчит а я добью она не канает потому что союзник такой же как я и он с такой радостью меня подставит под все эти удары и сам постреляет поэтому черт возьми надо бежать надо отсюда бежать потому что эти парни могут выиграть вроде бы вы реально в бой на таком позитиве нас было много и это вот все но оказывается что все становится слишком плохо приехал удес я его переоценил он поторопился и жаль что две последних в него не заходит хотя он и каток подставила все могло бы быть но не полетели и перезаряжаемся мне остается последний барабан подкалиберов дальше пойдет кумысы и что-то как-то вот тут как-то вот как-то вот все вот вроде бы шло так все хорошо потом бац ты просыпаешься оказалось что это всего лишь был радужный сон оказалось все очень плохо наш 207 удес и остальные десятки догоняют и 30 милей загоняют их на нас но они тоже оказались не дураки и вместо того чтобы на нас ехать в смысле на своих там тех кто их загонять они убегают от них занимая выгодные позиции чтобы их встречать нормально и маскировка от удеса велкам я его просто не пересвечиваю какой бы ни был мой большой обзор но у него или куст на его стороне или просто маскировка не позволяет мне его увидеть его сейчас уничтожить ничего не могу сделать понимаете это та самая плохая история когда ну вроде бы столько врагов но ты типа сделай что-нибудь убей их всех ворвись вон там 277 не жалея себя убивает всех на свете я понимаю е5 не был давно ох ко мне едет пес так и выходит а по нему сразу было видно что от него добра не жди потому что парень смог battle pass то есть он много играет играет наверное эффективно и просто меня закатал под асфальт вообще я пробить его никуда не смог своими подкалиберами пытался каточить как-то но не вон на ремочке быстро все прожимает и мне не удается выжить команда все равно успела при этом победить 6500 настрелял в принципе тоже неплохо поэтому друзья с у вас лайкосик за два хороших боя подписка и колокольчик и всем пока и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok